Кластер «Радуга», студеный воздух и скрип снега – это всероссийская гонка «Лыжня России» в Красноярске. Крепкий морозец бегунов не испугал в любую погоду, к финишу и гонит спортивный азарт. Спортивный интерес, попробую себя уже давно, на лыжах уже давно не катался, поэтому вот есть возможность прекрасная попробовать себя на новом стадионе. Можно сказать, с пеленок на лыжах, так что не приют, а обычное явление. Вот сейчас я даже никуда не езжу, а живу на предмостной, по берегу положил лыжью, отдам бы до моста, и вот там набегали километры. Эмоции положительные, морозец, конечно, но терпимый. В этом году на лыжи встали полторы тысячи красноярцев, среди них и совсем маленькие спортсмены, и особенный старт в поддержку врачей, которые уже почти год борются с коронавирусом. Подчеркнуть подвиг наших врачей, которые действительно рискуют своей жизнью, делают профессиональную работу, как стояли, как будто в военных условиях, и мы тем самым даем сегодня им уважение за их такой героический труд. В пятый год компания «Русал» участвует в организации таких лыжных праздников в Красноярске в рамках совместного проекта с компанией «Н-Плюс» и Федерацией лыжных гонок России по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаска. Программа не только поддерживает молодых профессиональных спортсменов, но и дает возможность всем желающим стать на лыжню. Конечно, у нас уже есть, если хорошо такие мероприятия проводить, когда есть надежное плечо, вот наши красноярские металлурги всегда поддерживают спорт, именно вот эти лыжные гонки. Это массовый спорт, и поэтому наши сотрудники занимаются лыжами, мы сами очень любим лыжи, поэтому сегодня хотим, чтобы всем было подарено хорошее настроение от нас, призы. По итогам состязаний, абсолютным победителям самого длинного забега в 10 километров, спонсоры подарили денежные сертификаты, а каждому маленькому участнику вручили памятные медали. Анастасия Тили, Александр Ермошенко, Андрей Крупнов, Енисей Новости.